Курт Кобейн Курт Кобейн – выдающийся американский музыкант, являлся лидером и вокалистом группы Нирвана, которая стала одной из ключевых фигур гранжа. Он родился 20 февраля 1967 года в Абердине, штат Вашингтон. Свою музыкальную карьеру Кобейн начал в подростковом возрасте, выступая в различных группах. В 1987 году он основал Нирвана совместно с Кристом Новосельевичем и Дэйвом Гролем. Нирвана завоевала мировую известность благодаря своим альбомам Nevermind 1991 года и Inutero 1993 год, которые оказали значительное влияние на развитие альтернативного рока. Кобейн был известен своим харизматичным образом и андерграундным стилем жизни. Его трагическая гибель 5 апреля 1994 года оставила глубокий след в музыкальной индустрии и сердцах поклонника по всему миру. Курт Кобейн оставил неизгладимый след в истории музыки, став одним из самых влиятельных и значимых музыкантов своего времени. Американская художница, музыкант и модель Фрэнсис Бин Кобейн уже попала в заголовке газет, как только родилась, из-за популярности ее родителей, певицы Кортни Лав и фронтмена Нирвана Курта Кобейна. Фрэнсис родилась 18 августа 1992 года в госпитале Сидар Синай в Лос-Анджелесе. Еще до ее появления на свет беременность Кортни Лав активно обсуждалась. Ходили слухи, что находясь в положении, знаменитость употребляла героин. В конце концов, служба опеки начала расследование в отношении супругов. Когда Фрэнсис было две недели, ее на время забрали из семьи, но затем вернули, не обнаружив, что жизни девочки что-то угрожает. С тех пор у нее была очень бурная жизнь с многочисленными взлетами и падениями. 1 апреля 1994 года Фрэнсис Кобейн навестила своего отца в реабилитационном центре в Калифорнии. Это была их последняя встреча. Неделю спустя Кобейн был найден мертвым в собственном доме. В дальнейшем девочку воспитывала ее мать, а также тети и бабушки по отцовской линии. В 2003 году, после того, как у Кортни Лав случилась передозировка наркотиками, ее лишили опеки над дочерью. Фрэнсис воспитывала бабушка. В 2005 году актриса восстановила опеку над ребенком. Единственная наследница Курта Кобейна ведет довольно закрытый образ жизни, поэтому свободно и много найти информации о ней не получится. Но я постарался найти все, что смог о том, как живет единственная наследница знаменитого Курта Кобейна, а также какое унаследовало состояние от отца. Дочь Курта Кобейна и Кортни Лав выросла творческой девушкой. Она пишет картины и сочиняет песни. Своим творчеством Фрэнсис часто делится с подписчиками в соцсетях. Одну из своих песен Энджел она посвятила покойному отцу. «Я надеюсь, что он будет гордиться тем, кем я являюсь, даже если ему не нравится искусство, которое я создаю», рассказывала она в 2018 году в интервью. Фрэнсис была замужем дважды. С 2014 по 2016 год она состояла в браке с певцом и гитаристом Исайей Сильвей. Развод был непростым, так как пара должна была поделить между собой имущество, включая то, которое перешло девушке после смерти известного отца. В результате решения суда Исайе Сильве досталась гитара, с которой солист группы Нирвана выступал на MTV Unplugged в ноябре 1993 года. В 2021 году Фрэнсис начала встречаться с профессиональным скейтбордистом и музыкантом Райли Хоуком, сыном известного скейтбордиста Тони Хоука. Поженились Фрэнсис и Райли 7 октября 2023 года. Ведущим церемонии стал фронтмен группы Рэм Майкл Стайб. Так что связь наследственной невесты с рок-музыкой налицо. Визуальный художник, номинированный на премию Эмми «Это все про нее», теперь живет здоровой жизнью, полностью отказавшись от алкоголя и наркотиков с 2016 года. Согласно изданию Celebrity Network, Фрэнсис Бин Кобэйн имеет огромный собственный капитал в размере 200 миллионов долларов, во многом благодаря наследию своего отца. Фрэнсис Бин Кобэйн является единственным ребенком любви Кортни Лав и музыкальной иконой Курта Кобэйна. У Фрэнсис было тяжелое начало жизни из-за наркотиков Кортни и службы опеки, но Фрэнсис смогла вернуться к своим родителям и жить нормальной жизнью. Однако, как только все начинает стабилизироваться, ее отец Курт Кобэйн из гранж-рок-группы Нирвана покончил с собой, когда ей было всего два года. Поскольку она была единственным ребенком фронтмена Нирвана, она автоматически наследовала его огромное состояние. Поскольку Нирвана является одной из самых продаваемых рок-групп всех времен, Фрэнсис сразу наследовала огромную сумму денег. А как только ей исполнилось 30 лет, она получила право на трастовый фонд в размере 200 миллионов долларов. Она также является единственным владельцем прав на рекламу Курта Кобэйна. Изначально права контролировала Кортни, но с годами она накопила огромные долги. В конце концов, она взяла ссуду из трастового фонда Фрэнсис в размере 2,75 миллиона долларов, но была вынуждена отказаться от прав на рекламу. Как только Фрэнсис исполнилось 18 лет, она регулярно получала около 100 тысяч долларов в месяц за права, инвестиционные дивиденды и гонорары за произведение искусства Курта. Жить на 100 тысяч долларов в месяц – определенно мечта для большинства людей. Однако Фрэнсис призналась, что временами указанной суммы не хватало. Иногда она тратила в два раза больше, чем месяц из-за своего роскошного образа жизни. Не помогало и то, что в то время она тяжело боролась со злоупотреблением психоактивными веществами. Фрэнсис призналась, что то, как жили ее родители, повлияло и на нее жизнь. Она также рассказала, что чувствовала себя виноватой, унаследовав столько денег. Она думает, что ее отношение к деньгам относительно отличается от отношения нормального человека. Поскольку она их не зарабатывала, она добавила, что чувствует, что деньги, которые она использует, получены от кого-то, кого она никогда не встречала. И это похоже на кредит, от которого она никогда не избавится. После долгих лет чрезмерной жизни к ней наконец пришло озарение в 2016 году, когда она решила остановиться и избавиться от своих зависимостей. После многих лет саморазрушения она смогла правильно распоряжаться своими деньгами после того, как завязала с наркотиками и алкоголем. Хотя Фрэнсис и привыкла жить экстравагантно, сейчас у нее улучшились навыки управлением деньгами и финансами траста. На огромные деньги, которые она накопила за эти годы, она смогла купить потрясающий пляжный дом за 2,3 миллиона долларов, расположенный в прекрасном районе Пойнт Лома в Сан-Диего. Пляжный домик расположен на площади в полгектарах земли, вдали от улиц, защищенный воротами и заборами. В настоящее время Фрэнсис живет в пляжном домике с великолепным плавательным бассейном, площадкой для костра и забавным игровым домиком. Переезд Фрэнсис на солнечные берега Сан-Диего пойдет на пользу ее психическому здоровью. Недвижимость представляет собой модернизированный дом с открытой планировкой. Она всегда жила изысканно, так как до переезда в пляжный домик жила на голливудских холмах. Дом в испанском стиле представляет собой виллу с четырьмя спальнями и собственной студией звукозаписи. Затем она продала недвижимость за 2,7 миллиона долларов и переехала к безмятежной жизни рядом с пляжем. Несмотря на значительное наследство, Фрэнсис, она предпочла жить в скромном особняке Сан-Диего, которая ей нравится больше других. 17 сентября 2024 года 32-летняя Фрэнсис Бинкобейн впервые стала матерью. Она родила мальчика. Об этом она сама сообщила в соцсетях. Фрэнсис выложила серию фото с маленьким сыном, которого она и ее муж, 31-летний сын известного скейтбордиста и предпринимателя Тони Хоука Райли назвали Ронином Уокером. Добро пожаловать в этот мир, мой прекрасный сын. Мы любим тебя больше всего на свете, написала Фрэнсис. Тони Хоук уже оставил под публикацией свой комментарий. Мой любимый внук. Фрэнсис занимается в настоящий момент воспитанием ребенка и как творческая личность продолжает дальше творить в художественном и музыкальном плане. Но и про работу модели никто не забыл. Уверена она нас еще и не раз порадует своим творчеством, которым делится в соцсетях, а также не забывает о своем отце.